Она не первый раз в Ярославле, но впервые приехала с мастер-классом, чтобы помочь людям стать успешными. Город посетила Ирина Хакамада, та самая смелая женщина, которая несколько лет назад выдвинула свою кандидатуру на пост российского президента. Правда, повторять опыт она пока не спешит. Нина Свечникова знает почему. Дорогие машины, роскошные наряды, ухоженная внешность. Так выглядела публика, направлявшаяся на мастер-класс к Ирине Хакамаде. По всему было видно, что учиться быть успешными шли люди и так состоявшиеся. Банкиры, депутаты, бизнесмены. То тут, то там мелькали узнаваемые лица. К слову, и билеты на мастер-класс стоили недешево – 5000 рублей. При этом зал был почти полон. К собравшимся Ирина Хакамада обратилась просто. Она поразила душевной открытостью и здравомыслием. Кажется, ничего не скрывает от публики. Даже то, что платочек на шее завязала не просто так, а чтобы скрыть синяки после мезотерапии. И признавалась, что женщине, чтобы остановить время, приходится много работать над собой. Это очень большой труд, но в основе, конечно, лежит энтузиазм и энергия. А они появляются тогда, когда вы делаете то, что хотите, и за это получаете деньги. А вы всегда делаете, что хотите? Да. Всегда. Это единственный период в моей жизни, когда я работала в Госплане. Я ненавидела эту работу. Я продержалась ровно год. И дальше решила, что я всегда буду рисковать. Может быть, что-то терять, те же самые деньги. Но я буду заниматься только тем, что мне нравится. В Ярославле Ирина Хакамада уже не в первый раз эти кадры сделаны городским телеканалом несколько лет назад, когда она выбирала на рынке подарки для своего малыша. Она многое успела в жизни, даже имела смелость баллотироваться в президенты. Однако повторять этот опыт не спешит. Хочется, чтобы то, что я сейчас делаю, приносило пользу всем. А в политику еще пойдете баллотироваться? Нет, не пойду. Потому что эту пользу не принесет, поскольку мой рейтинг, судя по президентской кампании 2004 года, составляет около 5-6%. И я думаю, что к сегодняшнему дню он не изменился. С 6% делать нечего в политике. На вопрос, почему у нас так мало женщин во власти, отвечает почти шутливо. Темперамент у россиянок не тот. Нина Свичникова, Максим Сушанов, Городской телеканал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.